Пандемия COVID-19 и карантин дорого обойдутся миру. Коронакризис уже начался и по всем прогнозам он будет самым разорительным за столетия. Пока все идет к тому, что относительно небогатые развивающиеся страны, вроде России, Индии или Мексики, пострадают больше обеспеченных развитых государств. По нескольким причинам. Пусть большинство из них к этому кризису подготовились лучше, чем к предыдущему. Не все успели перестроить экономику, накопить подушку безопасности и слезть с долговой иглы. За прошедшее десятилетие ни одна развивающаяся страна не перешла в стан развитых. Из-за коронавируса небогатые государства попали в идеальный шторм. Мало того, что реанимация в Бразилии или на Украине хуже подготовлена к пандемии, чем западные больницы, а плотность населения и условия жизни способствуют распространению вируса. Экономически эти страны слабее, и пока богатые прощаются с привычным комфортом, остальным приходится бороться за выживание. В развивающихся странах, даже без учета Китая, живет две трети населения планеты. Коронакризис нанесет им беспрецедентный урон. Ударная волна пандемии обрушилась на экономики развивающихся стран сильнее, чем в мировой финансовый кризис 2008 года. Все потому, что в мирное время для большинства небогатых стран источником развития служат развитые экономики или Китай, но у них у самих сейчас проблемы, и поэтому они меньше покупают, выводят капитал и поворачиваются спиной к трудовым мигрантам. Из-за этого развивающиеся экономики теряют возможность жить в долг. Доходы сырьевых стран тают из-за падения спроса на нефть и металлы. Переводы от работающих за границей иссякли, туристы не едут, поступления в казну тают, а расходы на поддержку населения и бизнеса, медицину и обслуживание долга растут. В итоге развитие задерживается, что обещает отставание в будущем и возврат в неравное прошлое. «Предотвратить перемотку мировой истории на полвека назад можно за 2,5 триллиона долларов», подсчитала ООН и призвала собрать для развивающихся стран антикризисный пакет, чтобы от выражения международной солидарности перейти к конкретным делам. Но зачем богатым странам думать о бедных? Хотя бы потому, что если они не справятся с вирусом и его социальными и экономическими последствиями, развитому миру это аукнется не только второй волной пандемии. Преумножение бедности и нестабильности на планете чревато переворотами, голодными бунтами, новым притоком беженцев, сокращением торговли и доступа к природным ресурсам. В борьбу с эпидемией развивающиеся страны вступили со связанными руками по определению ООН. Почти 80 государств ограничили вывоз медицинского оборудования и средств защиты, что привело к дефициту и росту цен на предметы первой эпидемиологической необходимости. А главные производители всего этого – ведущие мировые экономики. На Германию, США и Швейцарию приходится треть мировых поставок лекарств и оборудования для больниц, а 40% средств защиты выпускает Китай и все те же США с Германией. Деньги серьезные. Мировой рынок товаров медицинского назначения оценивается в 2 триллиона долларов в год, что составляет примерно 5% всей международной торговли товарами. Пренебрежение нуждами развивающихся стран чревато ужасающими последствиями не только для них, но и для всего мира. В мире, где царят взаимосвязанность и глобализация, возврат к нормальной жизни возможен только тогда, когда последний очаг заражения взят под контроль или ликвидирован. Даже богатым странам борьба с вирусом дается с трудом. Запад ушел на карантин в середине марта и только сейчас с опаской выходит на улицу. Медицина, считавшаяся лучшей в мире, едва ли справляется с эпидемией, что уж говорить о странах меньшего достатка. Расходы на здравоохранение в США превышают 10 тысяч долларов на человека в год. Германия, Австралия и другие богатые государства тратят примерно вдвое меньше. В развивающихся странах все намного хуже, в сопоставимых ценах с поправкой на покупательскую способность. Полторы тысячи в России, чуть больше тысячи в Мексике, Турции, Бразилии и Южной Африке. В Китае 700 долларов на душу населения, в Индии 200 долларов в год. К тому же плотность населения в городах там выше, а о социальном дистанцировании в трущобах речи быть не может. Единственное преимущество – они моложе, что важно в случае с коронавирусом, смертность от которого серьезно выше среди стариков. В Африке усредненный возраст населения не превышает 20 лет, вдвое ниже, чем в Европе. В Индии 27, в Латинской Америке 31. Сколько нужно денег и где их взять? ООН говорит, что развивающимся странам нужно 2,5 триллиона долларов международной помощи ради всеобщей победы над коронавирусом. Оценка очень скромная, предупреждает глава МВФ Кристаллина Георгиева. 2,5 триллиона – нижняя граница потребностей развивающихся рынков в финансировании. Но даже на это им недостает собственных ресурсов и резервов, сказала она. В нормальное время они могли бы занять недостающее, но нормальное время вернется не скоро. Проблема в том, что небогатые страны зависят от зарубежного, в основном западного капитала. Многие живут в долг, на кредиты в валюте. Коронакризис нанес двойной удар, не только перекрыл приток инвестиций, но и серьезно увеличил стоимость займов. Развивающиеся экономики затормозили, потому что их обеспеченные соседи из мягкого спального вагона сорвали стоп-кран. Пандемия принесла целый ворох проблем. Взрывной рост расходов на здравоохранение, обвал налоговых и экспортных поступлений, отток капитала. А паралич долговых рынков не дает рефинансировать долги. Никаких хороших новостей с этого фронта за время коронакризиса не поступало. Все признали, что проблема серьезная. Мораторий на востребование долгов стал одной из тем апрельской ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка. Первого в их истории виртуального слета чиновников, экономистов и банкиров со всего мира. Он закончился решением крупнейших стран мира, большой двадцатки, отсрочить платежи по кредитам для беднейших стран, но только до конца года. И речь идет всего о паре десятков миллиардов долларов, аж на 76 стран. Крупнейшая экономика США тратит аналогичную сумму на текущие бюджетные расходы за 36 часов. И тратит не только заработанные деньги. Дыра в бюджете в этом году достигнет 4 триллиона долларов. Недостающие американцы займут или напечатают. Развивающиеся страны такой возможности лишены. Ухудшение платежеспособности скажется на долговых рейтингах. Многие окажутся не в состоянии обслуживать существующие долги и занимать снова. Другие, оказавшись перед выбором платить кредиторам или спасать свое население, предпочтут дефолт. Лишившись доступа к частному капиталу, многие отправятся за помощью к международным донорам и кредиторам, западным, китайским или любым другим готовым помочь. За два месяца с момента, когда эпидемия вышла за пределы Китая, вирус нанес развивающимся странам гигантский урон в виде оттока капитала, удорожания кредитов, обесценивания валют и потери экспортной выручки из-за краха цен на сырье и отсутствия туристов. Подвела ООН промежуточные итоги коронакризиса. Большинство этих проблем серьезнее, чем в прошлый кризис 2008 года, и мы без оптимизма оцениваем шансы развивающихся стран на быстрое восстановление по сценарию 2009-2010 годов, подчеркивает ООН. Продолжение следует...